Здравствуйте, с вами Дмитрий Клещев. В продолжении темы про реновацию жилья и расселение ветхих и аварийных домов мы сегодня расскажем об отношении общества к данной проблеме. Так как после объявления программы реновации тема стала очень чувствительной, а общество и власть разделились в своем отношении к тому, как необходимо все делать, социологи начали замерять общественное мнение по этому вопросу и проводить социологические исследования. Сегодня мы напомним вам, уважаемые зрители, результаты некоторых таких опросов. Недавно в ЦИОМ провел серию опросов жителей страны о том, какое отношение у жителей к реновации и к жилью, в котором они проживают. В конце июня 2017 года был проведен инициативный всероссийский опрос в ЦИОМ «Реновация в Москве. Что думает Россия?», в котором приняли участие 1600 респондентов. При этом важно понимать, что социология является существенным фактором при принятии решения на самом высоком уровне. Общественное настроение влияет на то, как будет развиваться тот или иной чувствительный для общества проект. Например, в середине июля 2017 года президент России Владимир Путин отмечал, что программу реновации пятиэтажных хрущевок возможно распространить на те субъекты Российской Федерации, которые смогли досрочно завершить работы по расселению аварийного жилья. И статистика, представленная в ЦИОМ, свидетельствует, что свыше 70% россиян считают, что регионам реновация нужна больше, чем Москве. Причем такая точка зрения широко распространена и в самой столице. При этом мнение о важности и своебременности таких мероприятий разделяют не все жители регионов. По мнению 42% респондентов, программа реновации может стать одной из приоритетных для всей страны. В то же время 47% опрошенных считают, что в регионах есть и более насущные проблемы. При оценке качества жилья, в котором живут респонденты, лишь 34% респондентов оценили состояние своего дома как хорошее. 50% назвали его удовлетворительным, а 16% – плохим. Чаще всего называют свои дома хорошими жители монолитных многоквартирных и частных домов. Панельные же многоэтажки хорошо оценивают и того меньше – лишь 25% жильцов. Интересно то, что большинство россиян хотели бы жить в частном доме. Причем жители всех видов жилья указывают такой вариант как приоритетный – и монолитных, и панельных, и кирпичных многоквартирных домов. Наиболее высокий показатель у тех, кто уже проживает в частных домах. Причем относительно низкий показатель у жителей многоквартирных панельных домов может быть связан с тем, что они не верят в возможность приобретения частного дома. Но вполне очевидно, что больше половины граждан предпочли бы жить в домах, построенных после 2010 года. То есть мы видим, что население в основной своей массе демонстрирует принципиально иную потребность в условиях жизни, и что жизнь в частном доме является приоритетным вариантом для большинства россиян. Безусловно, это лишь небольшой социологический опрос, и его выборка недостаточно, чтобы свидетельствовать о том, что так думает подавляющее количество жителей страны. Но тенденция примечательная. С одной стороны, это говорит о зрелости жизненных предпочтений, так как для развитых стран обладание собственным домом является основной целью каждого домохозяйства. С другой же стороны, это косвенно свидетельствует о неудовлетворенности от жизни в многоквартирном доме. Но в любом случае, это повод для властей задуматься, а правильно ли концентрировать свои усилия на городах. Возможно, лучше стимулировать развитие загородного образа жизни. Тем более, население поддерживает именно этот вариант. А теперь к другим новостям. С 1 октября 2017 года вступили в силу сразу несколько постановлений правительства Российской Федерации, которыми определены плановые проверки для бизнеса. В частности, речь идет о том, что предметом плановой проверки хозяйствующих субъектов будет являться ограниченный перечень вопросов, включенный в соответствующие проверочные листы контролирующих органов, так называемые списки контрольных вопросов. Такой подход будет осуществляться при многих видах государственного контроля. Напомним, в этом году в едином реестре края было зарегистрировано на треть меньше проверочных мероприятий. Это связано с тем, что с прошлого года действует правило надзорных каникул для малого бизнеса. Всего из общего количества предложенных проверок, подавляющая часть проверок была предложена органами именно государственного контроля. Это около 4 350 проверок, что составляет от общего числа почти 98%. Остальная часть – это предложения органов муниципального контроля. 94 проверки. Кстати сказать, информацию о грядущих проверках контрольно-надзорных органов можно узнать в едином реестре проверок. Сервис поиска проверок размещен на специализированном сайте проверки.gov.ru. Доступ предоставлен неограниченному кругу лиц на безвозмездной основе. Ресурс является полезным инструментом проверки контрагентов либо в иных познавательных целях. Любое лицо в режиме реального времени может ознакомиться с информацией о проведенных и запланированных проверках и об их результатах. В частности, возможно проконтролировать наличие выданных по итогам проверки предписаний. Представители малого бизнеса могут подсчитать общегодовое количество часов плановых выездных проверок. В целом, подобная система способствует прозрачности осуществления государственного надзора. Эксперты российского экспортного центра пришли к выводу, что сотрудничество представителей малого и среднего бизнеса при Каме со странами Западной Европы осложнено. В том числе и тем, что отечественный бизнес не может выдержать высоких стандартов развитых экономик и слабо конкурентен. В то же время со странами ближнего зарубежья, напротив, есть возможность для широкого сотрудничества. На днях в Перми состоялась биржа контактов представителей белорусских и пермских предприятий, а также семинар по экспертному потенциалу региональных предприятий при выходе на рынке Республики Беларусь, в котором приняли участие более 10 организаций. Тем для обсуждений было много. Достаточно широкий в плане тех отраслей, которые мы можем как бы охватить для развития сотрудничества. Главная цель – это проработка каких-то конкретных организационных мероприятий, миссий, встреч, выработка механизмов сотрудничества, которые бы помогли вот этим вот конкретным как раз проектам проявиться, реализоваться и приносить экономическую выгоду и белорусам, и россиянам. В ходе нынешних контактов были рассмотрены вопросы сотрудничества Республики Беларусь с Пермским краем, внешнеторговый потенциал и система поддержки экспорта в Республику Беларусь, а также меры государственной поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства региона. Анонсированы дальнейшие мероприятия и бизнес-миссии, которые будут проведены до конца этого года Центром поддержки экспорта Пермского края. Малый бизнес в регионе не шикует. Если верить статистике, то средняя месячная зарплата работников малых предприятий в Пермском крае составляет 14 322 рубля. Самая высокая зарплата у трудящихся на предприятиях по добыче полезных ископаемых почти 35 тысяч рублей. Отметим, что выручка от реализации товаров и услуг малых предприятий в Прикаме составила 845 миллионов рублей. Основная часть от оптовой и розничной торговли – 508 миллионов рублей. Отметим, что на сегодняшний день в Прикаме зарегистрировано 57 998 малых предприятий, включая микропредприятия. Большая часть из них, около 50 тысяч, находится в Перми, занимается оптовой и розничной торговлей, недвижимостью, строительством. Отметим, что органы статистики проводят сплошное федеральное профильное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства раз в пять лет. Последняя такая работа была проведена в 2016 году. Ближайший год любителям недорогих, но любопытных моделей мебели по-прежнему придется ездить в Екатеринбург. Компания IKEA озвучила планы относительно строительства магазинов Перми. Шведы собираются расширить свою сеть только в тех городах, которые уже и имеют магазинные сети. Пермь в списке таким образом не попала. Следовательно, строительство IKEA в краевой столице откладывается до 2019 года. К этому времени компания собирается потратить на инвестиции 87,5 миллиардов рублей. Построят еще по одной точке в Челябинске и Питере, расширят пункты в Москве и Краснодаре. Напомним, ритейлер до 2016 года планировал построить в краевой столице гипермаркет. Власти города предложили компании участок в микрорайоне Ивак, где 80 гектаров арендует холдинг «Девелопмент Юг». Для возведения торгового центра был запущен процесс смены зонирования части территории. Но уже после изменения зонирования шведская компания отказалась от планов по строительству торгового центра в краевой столице. По данным Федерального социологического исследования, проведенного агентством «Зоомаркет» в сентябре этого года, 53% россиян заявили при опросе, что боятся покупать годовые абонементы в фитнес-центр. При этом 42% опрошенных респондентов опасаются закрытия клуба во время действия абонемента, а 11% — изменения заявленных услуг в рамках договора. Более половины респондентов, попавших в выборку, указали, что занимались или занимаются спортом в настоящее время. Четверть россиян заявили, что хотят заниматься спортом, но по ряду различных причин им это не удается. Тройка лидеров городов, в которых насчитывается наибольшее число жителей, занимающихся спортом, выглядит так. Москва, Санкт-Петербург и Казань. Перим в этом списке на 13 месте. Сегодня в Прикаме четвертая часть населения — это граждане старшего поколения. Достаточно большой ресурс, который можно использовать в некоторых видах трудовой занятости. Поэтому обучение компьютерной грамотности — одно из приоритетов сегодняшней социальной политики в регионе. Подробности узнаем из первых рук. Это очень важный ресурс, который мы хотим использовать для того, чтобы максимально эффективно принимать решения, максимально взвешенно. И эти решения должны быть согласованы с обществом. Поэтому обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения позволит качественно новый уровень повысить те решения, которые мы принимаем. Потому что если люди имеют доступ к компьютеру и могут оперативно отреагировать на наши решения, то для нас это будет очень важным сигналом. Именно занятости граждан старшего поколения, основой этой занятости является, конечно, прежде всего повышение компьютерной грамотности и навыков работы с компьютером. Потому что все мы понимаем, что социальные сети и жизнь в компьютере занимают очень важное место в нашей жизни. И наша задача — вовлечь в эту работу как можно больше наших граждан старшего поколения. Каждый четвертый житель Российской Федерации считает себя рыбаком. Таковы итоги опроса, проведенного Всероссийским Центром изучения общественного мнения. Примечательно, что даже среди женщин эта доля довольно высока. Каждая десятая пробовала хотя бы раз, выходила на водоем с удочкой. В большинстве это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Респонденты старшего возраста за 60 в два раза реже выбираются с удочкой на природу. Летняя рыбалка более распространена, чем зимняя. Жители сельской местности занимаются рыбалкой и зимой, и летом чаще, чем горожане. Отмечается, что для того, чтобы порыбачить, можно потратить небольшую сумму денег — менее тысячи рублей. Но есть и дорогие снасти — более десятка тысяч. Также участников опроса спрашивали и про их отношение к введению специальных удостоверений для рыболовов-любителей. В этом вопросе мнения разделились. Против высказались 38% опрошенных, за эту инициативу властей — 45%. Они считают, что такая практика поможет в борьбе с браконьерством, узаконит ловлю рыбы на частном уровне. Против этой меры высказываются 38%. Их аргументы — сохранение рыбалки как свободного времяпрепровождения и права граждан на природные ресурсы. Уточняется, что среди рыбаков практически равное число сторонников и противников инициативы. Тогда как среди граждан, которые не увлекаются рыбалкой и не имеют родственников рыбаков, введение удостоверений поддерживают большинство. При этом с ответом затруднился каждый четвертый. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Клещев. Всего вам доброго.